Видите, как здорово с партнерами иногда увидеться. Класс. Виктория, расскажи, пожалуйста, как вообще тебе мероприятие, как эти два дня, поделись своим каким-то отзывом. Меня очень впечатлило. Я на таких мероприятиях была первый раз. Вообще-то я не сетевитый, как бы к этому отношению не имела никакого никогда. На таком мероприятии была первый раз, и меня впечатлило, скажем так, открытость людей, которые делились тем, своими знаниями, своим опытом. Для меня были достаточно интересные лекторы. Некоторых я, скажем так, не совсем пока еще, наверное, по неопытности воспринимала, но в общем мероприятие мне очень понравилось. было такое деловое, конструктивное, без всевозможных, ну, скажем так, а-ля улю, улюканьих вот таких вот, как бывают такие вот мероприятия. Да, понимаем о чем. Да, да, да. То есть совершенно по-деловому построена полностью конференция. Супер. Какие себе поставила цели, планы, что думаешь насчет следующих мероприятий? Скажем так, когда я получила, ну, узнала о Дуалайфе, меня интересовала чисто пищевая программа. То есть принимаю для себя витамины, суплементы, я как бы интересуюсь здоровым питанием. Но с учетом того, что я уже какой-то промежуток времени их пью, и я вижу от них пользу, то я понимаю, что, ну, у меня тип такого человека, что если мне продукт не нравится, я его не могу не рекламировать, не предлагать. А когда я вот протяжении некоторого времени этот продукт употребляю и вижу, как он работает, и чувствую, то я понимаю, что с этим продуктом, наверное, можно попробовать работать. Супер. Супер. Мы желаем... О, Саша, бутылку достал. Мы желаем, чтобы на следующем мероприятии была большая команда, но, значит, сама себе ставишь цели, как правило, но я думаю, что все понимают, что чем больше людей на вашем... ваших людей на мероприятии, тем больше ваш бизнес. А кто еще был первый раз? Гриша, ты первый раз? Я... Оксана была первый раз. Я была первый раз. Мне очень понравилось, я совершенно согласна с вами, с вашим мнением самым-самым первым, что бизнес строится для людей. Вот все спикеры подчеркивали, прежде всего, важность человека. Мне очень созвучно было у многих спикеров, ну, скажем, то, чем я сейчас занимаюсь. Да, деньги — это в приоритете, ну, как бы их нужно зарабатывать, без них некуда. Но если мотивация — это только деньги, то, ну, вряд ли бизнес построишь. Мотивация нести пользу людям, нести информацию, и это подчеркивали все. Очень импонировало то, что, скажем так, такие уважаемые люди, спортсмены, и вот этот парень, который организовал битву героев, но их не посадили в некий президиум, их не подняли выше всех. То есть спокойное отношение, ну, скажем так, к людям, к заслуженным людям, да, но тем не менее, ну, все, все были на равных. Ну, это очень приятно. Не было вот этого действительно, и предыдущая девочка подчеркнула, ну, не было какой-то такой мега-мега важности отдельных персон. Много информации во второй день было полезной. Люди рассказывали живые истории, это очень подкупало, этому веришь, ну, и понимаешь, да, что именно так это все было, так это работает. Ну, посмотрим. В Польшу едем, сегодня уже делала звонки, общалась, ну, то есть, если я до этого была просто наблюдателем, то Киев включил, и я очень благодарна, что сообщили, позвали, организовали, все, все супер, спасибо большое. Супер, спасибо. Еще хочу сказать большое спасибо, да, можно? Хочу сказать большое спасибо за организацию. Это было вот просто, просто все безукоризненно. Когда о тебе побеспокоились, твое дело было только вовремя сдать деньги. Поэтому большой респект организаторам, Вике, Григорию, да, вот вы так правильно все организовали, что вот ни о чем вообще не надо было думать. Поэтому спасибо большое. Спасибо. Это важно, и то, что иногда люди не видят, а это отнимает очень много энергии, порой даже приходится попадать на деньги, да, вот как получилось. Да, я знаю, я в свое время сама занималась такими, ну, организовывала там поездки, это очень трудно, тяжелый труд и часто, и густо неблагодарный, но здесь вот просто, да, каждого какие-то свои прихоти, ну, да, да, поэтому все было очень. Спасибо большое. Супер, Гриша, спасибо. Ну, я слышал, кстати, от Гриши, от Вики, все, последний раз, последний раз, тем не менее, сейчас опять Польша, и мы понимаем, что, ну, без этого никак. В Польше мы тоже организуем, ребят, ваша задача будет сдать вовремя деньги. Мы понимаем, что если этого не сделать, то количество людей все-таки будет меньше, да, многие из вас самостоятельные, понятно, что здесь есть цель, и они поедут, многие лидеры, но все-таки меньше количества людей мы вывезем, мы это прекрасно понимаем, поэтому, здорово, если каждый берет, каждый видео берет на себя ответственность организовывать какую-то свою команду. Вот, ну, мы пока еще не выросли там до тысячи или там хотя бы до нескольких сотен, поэтому пока я думаю, что будем организовываться вместе. Так, кто еще был первый раз? Марина, расскажи, поделись своими эмоциями. Ой, Марину не слышно. Марина, подожди, микрофон включи. А, у нее включен, просто он, наверное, не работает. Может, не работает. Наверное, Марина с компьютера, и, скорее всего, там микрофон не подключен, да? Да. Ну, ничего. Ничего, знаешь? Ничего, мы будем читать по губам, говори. Понравилось, классно говорит. Классно и сердце рисует. Все, супер. 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 А можно сказать быстренько? Говори. А вот вы спрашиваете, кто первый раз был, а кто первый раз не был. Это ужасно. Давай, расскажи, каково оно. Это просто хана. Это просто хана. Я надеюсь, что это было в первый и последний раз. Это было невыносимо, понимать, что ты считал. на самом деле событие было очень классное. Ну, я не помню, что ты там хуже чувствовал. Раз за три. Меня слышно? Да. Слышно. Да. Вот, я реализовался. Ребят, все было классно. Очень я благодарен организаторам сильно. Я, девушка уже сказала, это, конечно, серьезная работа ваша. Но вы молодцы, вы оставались таким же спокойным. У вас, я чувствую, кипело все внутри, но вы сверху были спокойны. Отдаю вам должное. Вот. Мероприятие, конечно, мне очень понравилось. Не было, как я говорю, мы как-то женой ездили в 10-м году в Питер. Ну, там вообще было вау, вау, давай, давай. Тихий ужас. То есть здесь земля и небо полная. Да. Есть понимание людей, есть понимание, ну, и самая главная компания есть миссия. Я заметил так, когда компания организовывается без миссии, она даже не существует. И еще я как-то был на тренинге Джон Годича, они завозили, была тогда компания Оксанга, они тогда вводили тоже миссию и схему в компанию. И вот я тогда помню, если в компании есть система, то компания успешно, она успешно развивается. Поэтому у нас все для этого и есть. Наша задача только двигаться вместе компанией вперед. Спасибо всем. Супер, супер, спасибо, Андрей. Отлично сказал, аж замотивировал. さん. Вот. Спасибо. спасибо. oris